Молодец! Мама у тебя живет в Омске, мама не с тобой рядом. И когда у тебя были трудные моменты, ты уставала, что тебе хочется поплакать, да? Ты кому плакалась? Ну вообще, всегда маме звонила. Вот. А я помню... Что ты ей говорила? Все, мам, уже не могу. Ну это был один раз в училище, когда я тренировалась. Я помню, у меня перерыв был, что ли, 30 минут между тренировками. Получилось так, что я с утра до вечера тренировалась, где-то около недели. Я уже не могла. Я попудела, помню, на 2,5 килограмма. Ну тогда маленькая, как бы это огромный вес. Это правда. Вот. Я говорю, мама, я больше не могу. Она говорит, все, потерпи, я приеду. У любого спортсмена эти моменты есть. То есть это чисто эмоции, когда что-то не идет, что-то не получается. Вот. И поэтому Женя здесь не исключение. Были такие моменты. Были. Я ей сказала тогда, надо пережить. Надо с этой мыслью переспать. Утром встать, и ты уже по-другому будешь смотреть на... То есть тут все-таки нужно время, нужно раздумие. Это просто вот все на эмоциях. Это у любого спортсмена бывает. Многие девочки мечтают быть такими же красивыми, гибкими и грациозными, как победительницы Олимпийских игр Женя Канаева и Алина Кабаева. Что нужно для того, чтобы так же красиво танцевать со скакалкой, лентой и обручем? Какие должны быть данные и качество характера у будущей гимнастки? Ну, лучше всего отдавать художественную гимнастику, это деточек, начиная с 4-5 лет. Вот для меня вот критерий у ребенка – желание заниматься. Хочет ребенок заниматься – всего достигнет. И если ребенок трудится, это уже залог успеха. Лентяям в художественной гимнастике делать нечего. Я занимаюсь с маленькими детьми, ко мне приходят детки, и моя задача, вот как тренера, влюбить их в гимнастику. Привет, Женя! Мы все тебе передаем огромный привет. Мы тебя очень любим. И желаем, что ты всегда занимала первые места. И чтобы хорошо выступала в соревновании. Успех пришел к Жене Канаевой далеко не сразу. Бывало и так, что на контроле тренировки из 13 выступающих гимнасток Женя занимала только 12 место. Но зато свою первую победу она запомнила на всю жизнь. Я знаю, что первые твои соревнования были – это поездка в Новосибирск. Да. Расскажи об этом. Ну, это была моя первая поездка вообще. И соревнования такие вроде как. Там много городов приехала. И я читала, что ты подошла к тренеру и сказала, ну если вы меня не возьмете… Это другие соревнования. А, другие соревнования. Это были областные. Мне наоборот не интересует. А почему? Ну, видимо, не так хорошо делала. Ну, я как-то не расстроилась, но как бы тренер волновалась, что, ну, как-то так, одна девочка и не выступает. Угу. Верфрем на мне тогда. Ну, я как-то не расстроилась. И потом мне раз сказали, ты выступаешь. А после соревнований я, по-моему, хорошо выступила. Мне ежика даже подарили. А ты собираешь игрушки вообще, которые тебе дарят после соревнований? Много у тебя их? Да. Большая коллекция? Угу. Раздариваешь кому-нибудь или остается дом? Где они хранятся? В Новогорске или в Омске? В Омске. Ну, вообще, когда маленькие дети приходят, там, в гости, например, там, кто-нибудь к маме или бабушке, то иногда берут. 4 августа 2007 года Женя Канаева запомнит на всю жизнь. Ирина Виннер, главный тренер страны по художественной гимнастике, вводит 17-летнюю спортсменку из запасного состава в сборную команду России. Интуиция не подвела Ирина Александровна. В упражнении с лентой Евгения выиграла золотую медаль чемпионата Европы. Когда первые успехи появились в тебе, в твоей спортивной карьере? Вообще, первый раз вот я поехала в 2003 году вот на клубный чемпионат мира с вами. Вот. А потом я вот перешла в Новогорск, к Верфремне. Ну, я даже не знаю. Тренировалась, тренировалась. Я как бы не могла сказать со стороны. Я же себя не вижу, когда успехи появились. Ну, а когда ты почувствовала, что ты уже знаменитая? После Олимпийских игр только? Да, я себя не считаю самознаменитой. На чемпионате Европы 2007 года в Баку от России должны были выступить три гимнастки. Но Канаевой среди них не было. Женя по-прежнему числилась в запасных. Однако накануне турнира у Алины Кабаевой обострилась старая травма колена. Тогда главный тренер сборной Ирина Винер решила доверить выступление новичку. И Женя Канаева не разочаровал тренера и болельщиков. В 2007 год, да, уже был известен состав гимнасток, которые поедут на чемпионат Европы. Это Вера Свесина, Ольга Капранова и Алина Кабаева. Ты выступала, ты, я помню, участвовала в контрольных тренировках. И потом тебе Ирина Александровна говорит, на следующий день уезжает на чемпионат Европы. Тебе говорят, Женя, ты едешь на чемпионат Европы, но мы не знаем, с каким видом ты будешь выступать. Но нужно, наверное, готовить все виды. Какие чувства у тебя были внутри? Ну, вообще, я выступала вначале на русско-китайских играх, потом я поехала в Италию. После Италии мне Верфьевна говорит, мы там на два дня остались. Он говорит, ну отдыхай, у тебя больше нет соревнования, девочки на Европу готовятся контрольные. А ты приедешь, как бы, и в запасной поедешь, там, ну, будешь помогать. Тебе, в принципе, не надо ничего делать. Ну, ладно, как бы, я сама там поработала по элементам, ну, у нас так, типа, выходного было. Приезжай мне, говорит, Женя, ты делаешь какой-то вид, какой вид чего. Я, конечно, очень хотела выступать на чемпионате Европы. Еще мне спрашивают, ты сколько видов, ну, хотела бы сделать? Ну, тогда я, конечно, мечтала бы хотя бы один сделать. Вот, но я знала, что это нереально, потому что, ну, уровень другой совершенно. Вот, и потом мне вначале сказали, что я делаю скакалку, потом сказали в лавы, что хуже у девочек получалось, там мне и говорили делать. Вот, а потом уже сказали ленточку точно, когда я приехала в Баку. Ну, и какие чувства у тебя были? Что ты думала в тот момент, когда ты выступала на чемпионате Европы, первого чемпионата Европы? И так неожиданно, ты же практически вообще не проходила контрольной тренировки. Я даже не понимала, что я выступаю на Европе. Я выходила на площадку и думала, неужели я на чемпионате Европы. Я даже не могла поверить. Я даже уже закончилась Европой, я даже не поняла, что я на ней выступала. Ну, там выиграла золотую медаль с лентой. Да. Ты стояла на пьедестале, играл гимн в честь тебя. Какие чувства были? Не могла поверить, что я выиграла, потому что мне главное было за командой выступить, потому что результат шел. А то, что я в финал попала, мне настраивали сделать все правильно, подвести никого, никого, тренера и выступить с удовольствием. Ну, я не ожидала. Когда я что-то выиграю, мне хочется еще тренироваться. Серьезно? У меня почему-то стремление куда-то идет. А когда проигрываешь? Иногда, думаю, все, надо еще больше пахать, чтобы... То есть еще больше тренировать. А иногда у меня немножко... Да, опускаются руки. И кто в этот момент помогает тебе? Тренер, мама, бабушка, конечно, родные и близкие. Я знаю, что она выкладывается сильно, и поэтому просто надо в этот момент ее поддержать и сказать, ну, ничего, это очередная ступень. То есть у любого спортсмена это бывает. Какие-то уроки нужно из этого извлечь. И не всегда же все будет получаться. Не всегда же будет все время победа. Вот без поражений спорта не бывает. Ты советуешься с тренером? Всегда? Проблема какая-то есть, да, что ты устала, что ты не можешь. Тренер прислушивается к тебе? Да. Всегда. Всегда говорит, например, я прихожу в зал, я не могу что-то сделать. Она говорит, ну, подожди, сейчас отдохни, сделаешь попозже, ничего страшного, да, я поработаю. Иногда она наоборот говорит, надо преодолеть себя. Если не преодолеешь, значит, на соревнованиях не преодолеешь. По-разному. Упорство – это одна из грани таланта. Без талантливого человека, который может ловить, бросать, то есть обладать ловкостью, без эмоций, которые должны навевать музыкальные произведения, без красивой фигуры, без милого лица с ямочками, которые у нее присутствуют, это, конечно, все невозможно. На чемпионате мира в Греции Женя заняла четвертое место. Потом первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы в Турине в 2008 году. Далее наступил самый ответственный этап – борьба за путевку на Олимпиаду в Пекине. Смотри, в 2007 году у нас еще был чемпионат мира, да? Ты поехала туда четвертым номером, ты выступала только за команду, да, получается? Мне еще тогда после Европы сказали, может быть, три вида. Но тогда готовилась, конечно, была надежда. Да, и ты заняла какое место там? Первое. Первое место, да? Ты только за команду выступала. После чемпионата мира у нас был чемпионат Европы, ну, такие серьезные соревнования. Это уже в 2008 году в Турине, куда я приехала уже просто болельщицей на один день и получила огромное удовольствие от твоего выступления. Ко мне подходили журналисты, я говорю, действительно, бесподобно выступил этот ребенок. Хочу пожелать ей только здоровья. И ты выиграла, ты стала абсолютно чемпионкой Европы. И стал такой выбор, как бы, да, перед Ариной Александровной винер, потому что две девочки только от страны выезжают на Олимпийские игры. Но ты уже была... К тебе не было никаких вопросов, ты первый номер. Соревновались тогда, я помню, Оля Капранова и Вера Сейсина. Тебе не было жалости, да, что вот Веру Сейсину оставили, а вот Оль Капранова и ты поехали на Олимпийские игры? Ну, вообще, когда мы еще даже на Европу отбирались, мне не то, чтобы жалость была какая-то. Мне, конечно, было обидно, потому что они очень много тренировались, стремились попасть, в принципе, и выступать.